Сегодня в программе «Цена революции» у нас гость Денис Козлов, ведущий научный сотрудник Института российской истории Ирана, руководитель Центра военной истории России. Поводом для нашего разговора сегодня стала публикация автобиографии адмирала Михаила Кедрова. Он был начальником морского генерального штаба в 2017 году и организатором эвакуации белой армии из Крыма в 2020 году. Денис, добрый день. Вот как появилась идея публикации этой автобиографии, она находилась в Госархиве России. Ну, в общем, никто за нее не ухватился всерьез до вас. Добрый день, уважаемый Михаил, уважаемые слушатели. Да, действительно, текст, который сам автор заглавил, моя автобиография 1878-1833 года, она отложилась в Государственном архиве Российской Федерации в коллекции так называемого Пражского архива. Это собрание бывшего эмигрантского русского заграничного исторического архива, который после Второй мировой войны оказалось в нашей стране. Этот текст, повторяюсь, не является абсолютно неизвестным нашей профессиональной корпорации. Достаточно сказать, что первая запись в листе ознакомления этого архивного дела датирована аж в 1060-м годом. Ссылки на этот текст можно встретить во многих исследованиях по истории Отечественного флота, скажем так, первые четверти прошлого века по истории гражданской войны, по истории эмиграции военной и военно-морской. Но, повторяю, такой полноценной академической публикации этого источника, чрезвычайно ценного, репрезентативного, на данный взгляд, не предпринималось. И, в общем-то, мысль эта, которая давно витала в воздухе, как мне сообщили во время презентации недавней коллеги из ГАРФа, предпринимались такие попытки уже раньше, но по разным причинам не были доведены до завершения. И за столетием крымской эвакуации, которая отмечалась в ноябре прошлого года, где Михаил Александрович сыграл очень важную роль, поскольку он руководил окончательной подготовкой и, собственно, проведением этой грандиозной совершенно акции. Вот возникла мысль, ну, если столетие крымского исхода не является поводом для издания Муара Кедрова, что тогда может появляться, стать таким поводом, мы решили все-таки, несмотря на все сложности, за эту работу взяться, и она была доведена до публикации. Вот. В конце прошлого года эта книга вышла. Да, это издательство «Квадриго», можно их за это тоже похвалить, тем более условия пандемии, конечно, не способствуют издательской деятельности. Ну, давайте теперь поговорим, собственно, о русском флоте и о личности вашего героя. Вот в молодости Кедрова была ли, так сказать, мода такая на службу во флоте? Ну, мода, мне кажется, здесь не вполне, так сказать, корректный термин. Россия и ее, в частности, так сказать, верхняя социальная прослойка, аристократия, из которой, собственно, комплектовался, в подавляющем большинстве офицерский корпус флота, ну, не настолько была, так сказать, поражена идеями маринизма, чтобы считать профессию моряка модной, хотя очень многие семьи почитали за честь, чтобы их отпрыски избрали себе флотскую карьеру. Многие молодые люди из царствующей династии, по-своему, избрали себе военно-морскую службу. Вот, но Кедров избрал именно морскую службу, хотя, казалось бы, я понимаю, что в этом протекст вашего вопроса, казалось бы, ничто об этом не говорил, он вырос в провинциальной епифании, далеко не самого аристократического происхождения, только его дед священнослужитель получил дворянство. Вот, так что это такая достаточно мелко-поместная аристократия провинциальная. Но, тем не менее, вот этот молодой человек, он, благодаря своим способностям, безусловным и дюжинам, он в блеском закон закончил сначала морской корпус в Москве, затем стал кадетом, затем городомарином морского корпуса, закончил после этого, что весьма не характерно для, это мы уже переходим к образованию и последующему, что весьма не характерно для морского офицера Николаевского артиллерийского академии, лучшим в своем выпуске. Вот, так что его наклонности здесь, безусловно, лично сыграли, я думаю, большую роль, чем какой-то тренд сословный, региональный, вот, в Москве. Скажите, а вот я хочу уточнить, вообще офицерский состав флота был чисто дворянским, то есть он как бы вот исключительно комплектовался из людей, которые имели там личное или потомственное дворянство? Ну, фактически да, не фактически, а да. Больше того, ну, флот пополнялся в основном из двух источников, это морской кадетский корпус, он на разных этапах своего развития там имел разные названия, вот, куда существовали очень жесткие сословные правила приема, вот. Вот, кроме того, морские офицеры инженерной специальности, механики корабельные, кораблестроители, до определенного момента офицеры, пополнявшие корпус лотских штурманов, они готовились к морскому инженерному училищу в Канштадте, которое имело менее жесткие требования по приему, но, безусловно, офицерский корпус лота был чрезвычайно кастовой корпорацией, в отличие от армейского офицерского корпуса, были исключения, когда люди не из, так сказать, верхних слоев, не из аэкстратических слоев общества выполняли корпорацию, вот Степан Васильевич Макаров, например, яркий пример, но это, я бы сказал, исключение, подтверждающее правила. А вообще сама карьера Кедрова во флоте до русско-японской войны, она достаточно типична, вот если там посмотреть послужной список будущего адмирала? Да, да, она совершенно типична для этого поколения офицеров. Вообще судьба Кедрова, она, с одной стороны, парадоксальным образом, ну, достаточно характерна для вот этого поколения, которое пережило, участвовало в трех больших войнах, я имею в виду русско-японскую, первую мировую, гражданскую. Вот, с другой стороны, она презруется целым рядом совершенно уникальных особенностей, но до русско-японской войны, да, действительно, специфика нашего флота составила в том, что он очень много плавал, что было связано, помимо прочего, с освоением облевосточного театра. Но при всем том, что наши военные моряки были прекрасными мореходами, но они оказались, как показала русско-японская война, неважными вояками. То есть и тактическая подготовка, и атеристская подготовка страдали целым рядом изъянов. Это отдельный большой разговор для анализа причин этого явления. Но до русско-японской войны, да, когда, до того, как его заметил Степанович Макаров и пригласил с собой в Порт-Артур в качестве флаг офицера своего штаба, я думаю, что учеба и карьера были достаточно типичными. Ну, то есть Мичман, лейтенант. И вот как объяснить, что адмирал Макаров взял его в свой фактический штаб? Флаг капитаном, если я не ошибаюсь? Флаг офицером, да. Флаг офицером. Не упоминает, но остается предположить, что вот такие выдающиеся способности Кедрова в службе, в артиллерии в частности, да, они начали проявляться уже рано. Но привлекли к себе внимание Макарова, который очень ценил, очень ценил инициативных, грамотных, подготовленных подчиненных, поощрял всячески, как, собственно, в свое время поощряли его, благодаря чему он сделал, собственно, карьеру, хотя, казалось бы, никаких посылок сословных для этого не было. Я думаю, что просто Степанович рассмотрел очень перспективного офицера и приблизил его к себе. Ну, а вот Макаров, вы уже сказали, что он погиб там на взрыв на броненосце Петропавловск, а как уцелел-то его коллега, который молодой, собственно, что просто повезло? Да, это по чистой случайности произошло. Кедров отпросился у Макарова сходить вместе с отрядом миноносцев в разведывательный рейд к островам Малевод, где, как предполагалось, находилась маневренная база японского флота. Вот. И благодаря этому, собственно, он уцелел, потому что, ну, большинство офицеров штаба с самим Макаровым погибли, и подавляющее большинство команды офицеров броненосцев Петропавловск тоже, к сожалению, погибли. Он уцелел по случаю, да. На ваш взгляд, вообще сама гибель Макарова, она предопределила дальнейшие неудачные действия флота? Да, вот все это. Или как-то это все преувеличивали в то время, и традиционно, так сказать, мы на это смотрим вот глазами, так сказать, людей, потрясенных тем, что на их глазах гибнет броненосец, значит, адмирал талантливый и очень энергичный. Ну, вы знаете, то, что вот исключительно гибель Макарова предопределила катастрофу и в Порт-Артуре, и вообще поражение в русско-японской войне на море, ну, и вообще, следовательно, поражение в русско-японской войне, оно имеет под собой основания. Безусловно, потому что Споносимович и во время всей своей службы проявлял себя очень неодинарным человеком, и, собственно, его действия вот в эти короткие несколько недель, когда он, приехав в Порт-Артур, взялся за наведение порядка, взялся за подъем уровня боеготовности флота, потому что он получил должность командующего флотом, отвечая от своего предшествия в флотных мокеанях. Вот. Конечно, все перспективы и потенции указывали на то, что дело изменится и пойдет совершенно по-другому. Вот. Флот будет действовать активно, эффективно, наступательно. Японская блокада не будет проходить, так сказать, исключительно под битковку японцев, и они будут иметь крупные проблемы с ее реализацией, потом с высоты десанта. Вот. Но, с другой стороны, конечно, тот огромный массив причин, которые предопределили вот катастрофу на Дальнем Востоке, он не исчерпывает своего кадрования вопросами. Вот. Конечно, это была, важная предпосылка поражения, но, конечно, не единственная, я бы так сказал. Ну, там был, насколько я помню, еще такой интересный эпизод, что уже после гибели Макарова очень удачно поставили минное заграждение, и на нем подорвалось два японских броненосца. И вот действительно удивительно, что такую фактически победу не использовали совершенно никак. То есть, видимо, от личности это все-таки что-то зависело. Ну, вот это действие вот этого загородителя Амура, о котором вы говорите, его командира, Катану Анатолий Иванова, это как раз вот то, что очень поощрял Макаров. И то, на что он настраивал своих подчинений. Да, это произошло уже после его гибели, но это, безусловно, произошло не без влияния его идей, его самого вот этого, как сказать, наступательного порыва, стремления к активным действиям. Ну, а сам Кедров вот после этого, он, насколько я понимаю, уже становится сотрудником штаба следующего командующего флотом и попадает, так сказать, на Цесаревич, на броненосец во время боя двух попыток, так сказать, прорваться флота из Порта Артура. Вот как выглядит этот сюжет его глазами, скажем так, ну и как на него смотрит сегодняшний историк? Ну, да, действительно, после гибели Макарова командование флотом принял на себя наместник, адмирал Алексеев, и, в общем-то, Кедров был принят в его штаб. Потом, когда Алексеев уже уехал из Порта Артура, после того, как японцы высадились, и, в общем-то, возникла угроза, и она потом была реализована блокадой из суши тоже, вот, он состоял флаг-офицером в штабе Витгефта. Он был не командующим флотом, он был командующим по тартурской эскадре, командующий флотом, затем Скрытлов уже руководил силами из Владивостока. Да, действительно, Кедров принимал участие в бою в Желтом море, в сражении в Желтом море, которое стало следствием попытки вырваться в Владивосток. И здесь наша задача облегчается тем, что помимо, собственно, того, что он написал в своей автобиографии, достаточно подробно этот сюжет изложен, но он еще давал показания следственной комиссии, соответствующей морскому ведомству сформированной. Существует в документах, опубликованных после русско-японской войны, его подробный рапорт Матусевичу, начальнику штаба эскадры. Мы эти документы оба тоже опубликовали, приложили к автобиографии, изданной вот сейчас. Да, действительно, он стал свидетелем вот этого тяжелейшего удара, который понесла русская эскадра, когда одним снарядом был уничтожен практически весь штаб эскадры во главе с командующим. В ходе последующей отчасти от дезорганизации, отчасти от деморализации, потому что, ну, действительно, и сами японцы это признавали, если бы русские проявили немного больше настойчивости и все-таки попытались довести дело до конца, они имели шанс на прорыв, потому что японцы сами понесли очень тяжелые потери и повреждения. Кстати, поэтому, по опыту этого боя, в одном из первых руководящих документов оперативного уровня в проекте наставления для боевой деятельности высших соединенных лодок в 2014 году проект был составлен, там была отдельная строкой прописана, что бой следует вести с исключительным упорством до последней возможности и, так сказать, максимально прилагая усилия для достижения конечной цели. Это такой практический, практическая реализация этого опыта уже в руководящих документах. И, да, действительно, попытка это не удалась. Опять же, это произошло не исключительно в результате гибели адмирала Витгефта, в силу опять целого комплекса обстоятельств, но сам факт остается фактом, что Цесаревич, на котором находился Кедров, отказался, когда утром решили себя командир и Матусевич, который тоже получил ранение, оценили состояние корабля и приняли решение идти в Циндаву и там интернироваться. И Кедров последовал с ними, естественно. А все-таки шансы на победу в этом бою у русского флота, так сказать, имелись, да? То есть где-то вот случайность сработала, а где-то, ну что, неудача, вот не удалось передать командование эскадры, да, после гибели адмирала? Ну, там, Дадим Ильич, с целью было не достижение победы над японским флотом, вот этой акции, с целью было прорыв во Владивосток. Да, прорыв был, и это признают многие участники и последующие исследователи, он был возможен, прояви, вот, командиры, адмирал Матусевич, он был ранен, начальник штаба Витгефта, его трудно, чем-то упрекать, потому что он сам был ранен и пришел, как у нас в следующий утро к себе. Ну, вот сама общая дезорганизация, она не позволила, вот, реализовать этот замысел. Хотя, я повторю, посылки для этого были, и достаточно весомые. Ну, то есть, вот, не повторялась та история, которая, точнее, повторилась в Сусиме, там говорили, что снаряды, как бы, не совсем хорошо взрывались, там, и так далее, и так далее, а здесь-то они взрывались нормально, попадали куда надо. Ну, я повторяю, здесь, вот, русско-японскую войну и ее результаты, ну, во всяком случае, касающиеся действий на море, они стали следствием широчайшего спектра причин. Начиная от самой, так сказать, порочной стратегии, которую правительство Николая II проводило без увязки с такими-то внешнеполитическими, точнее, отсутствием вязкими офицерскими приоритетами и внешнеполитическими вот этим, эстенцианинским курсом на Дальнем Востоке, окончая всеми изъянами подготовки нижних чинов, нижних чиновных офицеров. И материальная часть астеристская тоже в этом же грину стоит. Поэтому выделять какое-то здесь качество решающего фактора я бы затруднялся. Вот Кедров попадает в Циндау, это, по-моему, немецкая была колония или арендованная территория в этот момент. А как он оказался потом на второй Тихоокеанской эскадре адмирала Рожественского? Он воспользовался содействием светлейшего князя Ливина, своего приятеля, который командовал крейсером Диана. Диана ушла еще дальше, она спустилась аж в Сайгон. И вот благодаря его помощи он пробрался сначала туда и затем смог, пропутешествовав в какую-то часть пути на коммерческом пароходе, смог присоединиться на Мадагаскаре к эскадре Рожественского. Это, кстати, очень уникальный случай. Я сейчас не скажу точно, сколько всего было таких офицеров, но я думаю, что пальцев на одной руке хватит, чтобы их перечислить. Которые усмели поучаствовать и в Порт-Артурской эпопее, и затем поучаствовали в Тусинском сражении. По-моему, еще Семенов был такой автор книги «Расплата». Совершенно верно, да. Пожалуй, я больше и не помню. Ну, может быть, были и другие. Я говорю, что сейчас я просто затруднюсь на этот вопрос однозначно ответить, но их были единицы, совершенно точно. Ну и что, адмирал с ним встретился, как-то общался или проигнорировал появление, так сказать, живого свидетеля этих боев, так сказать, в Порт-Артурске? Нет, совершенно он его не проигнорировал. Он ему предложил должность артерийского офицера на императоре Александре Третьем. Но поскольку юридический статус Кедрова был не вполне, что ли, легален, потому что он по условиям интернирования не имел права принимать участие в военных действиях. Он его назначил на вспомогательный крейсер пока. И, опять же, как пишет Кедров, это его спасло, потому что, как известно, император Александр Третьем под командованием Танта Пермага-Бухвостова, потомка первого Петровского солдата, он погиб со всем экипажем полностью в ходе Семьского сражения. Ну, вот это, кстати говоря, любопытно тоже. Этот крейсер второго ранга Урала, такой вооруженный пароход, как я понимаю. А зачем вообще тащили в, так сказать, сражения, ну, судат, которые пригодны, наверное, только для рейдерства? Ну, у них были свои задачи посильные. Они должны были осуществлять охранение отряда крейсеров, извините, отряда транспортов, который следовал совместно со скадрой. Ну, и они им были назначены, поставили определенные задачи и действия совместно с крейсерским отрядом. Они, в общем-то, и приняли участие в результате сражения. Хотя, конечно, безусловно, полноценной, вы правы, полноценной заменой крейсерам специальной постройки они не являлись. Поэтому это не от хорошей жизни. А как пережил ваш герой, собственно, Сусиму? Все-таки тоже не так много людей спаслось там. Ну, да, этот эпизод он тоже описывает. И мы приводим некоторые свидетельства других участников. Евдокимов, в частности, об этом впоследствии писал. Да, этот корабль был оставлен командой. По мнению которой, на мой взгляд, не лишено некоторых оснований. Это было сделано преждевременно. Корабль можно было еще спасти. Но, так или иначе, это решение было принято. Командиром и Кедров его поддержал. И они, так сказать, были впоследствии подобраны транспортом. Мандырь, по-моему. Мандырь, да. И вернулись в Россию благополучно. В этом смысле, опять же, Кедров, вот он все время пишет, что судьба его хранила. Вот в очередной раз здесь ему, конечно, очень крупно повезло. На том фоне огромных потерь людских, которые понесла вторая. И присоединившаяся к ней третья эскадра. Конечно, здесь, да, судьба его хранила. Это бесспорно. Ну, ощущение такое, что в Сусиме все-таки шансов на победу было гораздо меньше. Или там на удачный эскадр, чем в предыдущем вот этом бою в Желтом море первые эскадры. Вы задаете вопросы, каждый из которых может являться темой многочасовых дискуссий с огромным количеством мнений и аргументов. Ну, по большому счету, я думаю, да. По большому счету, да. А какие выводы были сделаны из вот этой Сусимской катастрофы, которая в значительной степени революцию провоцировала, как и другие поражения русской армии сухопутной, ну, здесь флота, собственно, моряками молодыми, которые, так сказать, хотели, видимо, все-таки улучшить, так сказать, ситуацию и восстановить фактически, восстановить флот, который, в общем, я думаю, процентов на 80 фактически был выбит за счет русско-японской войны. Да, да. Ну, конечно, общеизвестно, что катастрофа вот в русско-японской войне, она стала предпосылкой, поводом и причиной одновременно для таких достаточно масштабных реформ, флота и морского ведомства, которые стали такой видовой составляющей общей реформы, у нас она в биографии реформы 5-го и 19-го годов, как правило, называется. Реформа флота и морского ведомства, она шла по очень многим направлениям, я сейчас не буду об этом много говорить, это тема тоже для отдельного огромного разговора. Я скажу об одном, о том, что ее уникальной чертой, абсолютно уникальной, являлась в том, что она стала образчиком реформы снизу, если угодно, поскольку ее генераторами, и, так сказать, интеллектуальными, и основными носителями вот этих информаторских идей вот стала эта группа сравнительно молодых людей, молодых офицеров, которые в большинстве своем были участниками, таких событий, которые привели к катастрофе на Дальнем Востоке. Своими глазами, так сказать, противовали все эти причины, все пороки военно-морской организации, которые существовали до русско-японской войны, и именно они стали вот идиующей силой и основными исполнителями этих информаторских замыслов. И вот как раз Кедров вот вошел в состав вот этого первого кружка, первоначально назывался Кузов-Морческий СССР-ФОК, затем стал именоваться Санкт-Петербургским военно-морским кружком, получил в верхних этажах Адмиралтейских полуприспетельное возрасте Молода Турок. Они делали доклады, обвинивались мнениями, составляли проекты. Ну, кстати, один из этих проектов, который обсуждался на одном из первых заседаний, привел, например, к созданию морского генерального штата впервые в нашей истории, создан самостоятельный орган для статистического планирования и управления силами флот в военное время. В этом специфике и Кедров, надо здесь об этом условно сказать, он являлся одним из активных членов этой группы. А политическую поддержку кто им, собственно, оказывал? Гучков? Нет, об этом никаких данных у меня нет. Им оказывали не политическую поддержку, я бы сказал, они нашли доступ, если говорить о проекте Москвы генерального штаба конкретно, благодаря тому, что Щебнову, автору этого проекта, удалось довести его до сведения в платье капитана, точнее, начальника морской походной канцелярии императора Графа Гейдена, который был другом Николая II, как говорят современники, свидетельствуют императора, что он был товарищ детства императора, император называл его на ты, обращался к нему на ты. Вот император смог, вернее, император ознакомился с этим проектом и его одобрил. Впоследствии, и, кстати, руководители морского министерства, которые сначала отнеслись к этому с некоторым скепсисом, с некоторым опасением, в конце концов, многие из этих идей, идеи создания морского генерального штаба в частности, они были реализованы. Говорить о какой-то политической поддержке, я думаю, еще рано, потому что вот создание морского генерального штаба начали, собственно, контакты морского министерства, это случилось позже, и с думскими деятелями, и с политическими кругами, и вот тогда уже можно говорить о каком-то влиянии общественного мнения, политических элит на эти процессы. Пока это была такая сугубо внутриведомственная кухня. Кедров, в общем, делал такую неплохую карьеру, я так понимаю, что он еще и попал на глаза Николая II, и тот сделал его флигель адъютантом, и это тоже дало какие-то новые возможности ему. Да, безусловно, его карьера после русско-японской войны очень, так сказать, интенсивно развивалась, он все-таки смог закончить обучение в Николаевской морской академии, которая была прервана русско-японской войной. Он очень успешно исполнял обязанности помощника, начальника учебно-артилистского отряда, и сделал, кстати, очень многое для совершенствования и артилистской части, и в материальном смысле, и в смысле отработки, так сказать, ее применения боевого. Он исполнял должность флагмас-квартириста штаба Балтийского флота, точнее, морских сил Балтийского моря, как они тогда назывались, и получил очень высокую оценку, его деятельность получил очень высокую оценку со стороны Эссена, который Николай Иванович Эссена, воссоздатель Балтийского флота, который, как и его учитель Макаров, тоже очень ценил эффективных, хорошо подготовленных, инициативных, подчиненных, и вот хвала из его уст, она очень, на самом деле, дорогого стоит. И вот Кедров успокоился, этот приказ мы тоже опубликовали в качестве приложения к автобиографии Кедрова. Ну вот в начале Первой мировой войны Кедров вел работу по сотрудничеству с британским флотом. Что ему удалось здесь сделать? Ну, не совсем, я бы сказал, с начала Первой мировой войны. Война его застала в должности командира Петра Великого, он занимался, опять, с этой организацией, там, морской обороны, полступов к Кревелю, затем он стал флаг капитаном, ну, еще начальником штаба, только что сформированы бригады линейных кораблей, вот новых, дредноутов. И вот после этого, когда в руки, так сказать, российского командования попали секретные документы по связи германского флота с крейсером Магдебург, который подъявил на авиационную подостровку в 1814-го года, вот эти части, для этих документов, в копиях было решено, так сказать, направить союзникам, вот, и одновременно было принято решение о создании вот такого института представителя русского флота на конфлике, на главных силах британского флота, наряду с существованием военморского агента Аташет, да, как тогда называли, военморских Аташет. И вот Кедров вместе с Смирновым отправились туда, в Англию, передали англичанам эти документы и очень подробно ознакомились с состоянием дел в британском флоте, с состоянием взглядов и высшего командования. Кедру удалось пообщаться и с видными английскими адмиралами, и с корабельными офицерами, и с командирами кораблей, посмотреть организацию боевой подготовки, познакомиться более подробно с материальной частью. В этом смысле его донесение в Москву генеральный штаб, они очень информативны, очень интересны и полезны, потому что многие новшества, которые были или применены, или готовились к применению в Англии, например, центральная наводка английских орудий на больших кораблях, впоследствии, опять же, с участием Кедрова, были реализованы в России. С другой стороны, многие наши достижения, в части касающиеся применения минного оружия, организации по минной обороне, тоже мы активно и охотно делились с англичанами в этом смысле, поэтому вот тот небольшой период, который Кедров провел в Великобритании, он был очень полезен и интересен для обеих сторон, а для самого Кедрова, я думаю, тоже. Ну, после этого он командовал линкором «Гангут» новый, и вот там был сюжет, так сказать, с беспорядками на корабле, но, тем не менее, это почему-то не помешало его карьере, там он легко как-то вышел из этого нештатного, скажем так, положения. – Да, ну вот этот акт коллективного неповиновения матросов, нештатчинов линейного корабля «Гангут», это один из таких первых приводных звонков, я бы так сказал, которые позвинили у нас на флоте. Они были связаны с очень многими тоже обстоятельствами. считается, что формальным поводом послужила, ну, какая-то там совершенно нелепая бюрократическая проволочка со стороны там антиндантской службы этого корабля, когда они дали вместо матросов, вместо традиционных, там, макарон по-хлотски, кашу, там, другого какого-то наименования. Вот они отказались от ужина, потом все это переросло в какие-то уже, так сказать, массовые воли, изъявления, выражения недовольства офицерам немецкими фамилиями. С немецкой фамилией был там барон Кутенгов, старший офицер, который по своей должности, естественно, был не любим матросами, поскольку это главный человек, отвечающий за порядок и дисциплину на корабле. Кедров, надо сказать, да, действительно, он к этому относится достаточно легкомысленно, сошел на берег, он был вот время человеком полостым, проводил все время на корабле, и действительно, внес даже в конструкцию корабля некоторые усовершенствования. Но, как он пишет, решил размять ноги, на несколько часов сошел на берег, и в это время случилось вот это вот событие. А что ему потом совершенно справедливо, он, так сказать, понесет наказание, вот. Оно могло быть гораздо более суровым. Григоровый участник на этом морской министр настаивал, но, так сказать, командующий флотом, Адмирал Канин, решил ограничиться вот такими достаточно, ну, несерьезными, я бы сказал, наказаниями для него и для других должностных лиц этого корабля. Ну, может быть, потому что Кедров там повел себя достаточно решительно. Он когда вернулся на корабль, всех построил, и, так сказать, они, собственно, подчинились. Да, да, он быстро навел порядок, но ему, собственно, инкриминировалось не это, а ему инкриминировалось то, когда он получил доклады старшего офицера вот о том, что назревает ситуация вот с этим ужином, он, так сказать, не придал этому значения, и, так сказать, тем не менее, и сошел на берег. Вот это ему, так сказать, повелось. Ну, в общем, в карьере это не помешало. В 2016 году вместо Колчака становится командиром минной дивизии с производством контр-адмирала в 37 лет. Наверное, довольно редкий случай такого быстрого, опять же, продвижения, да? Да, да, это был очень редкий случай. И вообще его карьера, она уникальна по своим темпам. Ну, сравнить, может быть, ее можно только с карьерой Колчака в это же время. Хотя, наверное, на завершающем этапе Кедр Колчака обошел, поскольку он был в 2017 году, стал, ну, де-факто, управляющим морским министерством. Хотя до этого не командовал флотом, в отличие от Колчака. Да, действительно, да. Это очень-очень интенсивная карьера, которая повлекла за собой очень сложное отношение к нему со стороны целого ряда сослуживцев, которые считали его таким беззастенчивым, карьеристом, беспринципным. В то время как многие, мы, опять же, мы публикуем некоторые, вернее, оценки с обеих сторон, да, и обличительно дневные, и комплементарные. Многие отдавали должное. Да, действительно, он карьерист, он иногда высокомерен, может быть, но, как Белли написал, он имеет для этого все основания. Ну, вот, если говорить о действиях во главе вот этой минной дивизии, она там не стояла в Гельсенфорсе, а активно действовала, можно ли говорить, что он действительно был хорошим флотоводцем? Ну, Гельмин флотоводец, мне кажется, здесь немножко больше, больше такой более масштабный, чем для начальника соединения, даже такого крупного, минная дивизия была крупным соединением и интенсивно действующим, в отличие, вы совершенно правы, от соединения тяжелых кораблей, которые находились в основном на Финском заливе. Да, действительно, я бы сказал, что Кедрову вот недолго он командовал минной дивизией, но ему за это время удалось, во-первых, он смог заявать себе авторитет, что было непросто, потому что отношение к нему после ухода от ЧК было очень настороженным, но он, так сказать, своей храбростью, он лично участвовал в очень опасных предприятиях, связанных, в частности, с минными постановками в Гельском заливе, с разведывательными действиями. Он сумел, так сказать, завоевать себе авторитет. И минная дивизия, она продолжала действовать активно и эффективно. Там решались задачи содействия сухопутным войскам линия фронта упиралась в Рижский залив в районе Устья-Двины, в районе Риги. Там активно велись и минные, и противоминные действия обеими сторонами. Начала активно применяться авиация. То есть там были такие вот форматные систематические действия, но событий происходило очень много, и Кедров был вполне на высоте положения. Ну, если взять революцию, вот в каком-то смысле она опять поспособствует его карьере. Вы уже сказали, что он стал начальником морского генштаба, фактическим управляющим морским министерством при Александре Ивановиче Бучкове, который всем этим и морским, и сухопутным, так сказать, формально руководил. Вот что можно сказать об этом периоде 1917 года? Ну, революцию он застал действительно в Гельсенфорсе, где находилась зимовая часть его подсоединенной дивизии. Он был свидетелем всех этих событий кровавых, избиений, убийств, убийств офицеров. На минной дивизии они имели не такие, конечно, масштабы, как, например, на 2-й бригаде миненных кораблей, где были убиты, ну, много офицеров, унтер-офицеров. И начальник бригады он так отдал, не большин, пол жертвы вот этой расправы. Ну, на дивизии все это не имело таких масштабов, хотя там тоже случаи, вот, издевательства, убийств офицеров имели место. Вот. Он не до конца, он не застал гибели командующего флотом, получив вот телеграмму Гучкова предложением прибыть в Петроград для занятия новой должности. Он уехал, ну, до того, как вся эта кровавая драма в полном масштабе там реализовалась в Есен-Фольске. И он получил назначение, вот, называлась эта должность помощник военного и морского министра по морской части, ну, фактически он был управляющим морским министерством, то есть, главным, высшим лицом должностным военно-морской реакции государства. Потому что Гучков, конечно, ну, ему было не до флота в это время. И он, так сказать, я полагаю, полностью отдал все это дело науке Кедрова. И, в конце концов, Кедров стал начальником морского генерального штаба тоже. Обстоятельства этого назначения, они подробно изложены и самим Кедровым, и Гучков по этому поводу впоследствии тоже давал интервью, когда писал эту встречу. Все было решено на свидание Гучкова-Савича с Григоровичем. Вот первые дни после назначения Гучкова, Кедров, извините, они пришли к Григоровичу, он уже был отстранен на должность, он находился еще в своей казенной квартире в Адмиралтельстве. И там, собственно, Кедров, извините, опять Кедров. Григорович предложил после длительных обсуждений от кандидатуры Колчака, Кедрова и Бакерева. Колчак был, кандидатура Колчака была отклонена, хотя все признали его наиболее подходящим к этой должности, потому что он сумел удержать в руках Ченоморский флот. И, собственно, успешно его где-то до конца мая, до начала июня удерживал. Поэтому, чтобы не потерять контроль над Ченоморским флотом, тоже Колчака было решено оставить там. Бакерев там по другим причинам был оставлен. И вот в результате Михаил Александрович, там свои совершенно молодые годы, ему не было еще сорока, вот по существу стал управлением Морским министерством, совершенно неожиданно и для себя, и для всех остальных, я думаю, тоже. И вот к этому периоду он о нем пишет очень лопидарно. Он пишет, что я в основном реагировал на постоянные жалобы, на притесняемых арестованных офицеров, занимался вот такого рода, так сказать, оперативной работой. И совершенно он не упоминает о, собственно, важнейшем элементе своей деятельности в это время. Потому что вот на этот короткий период исполнения должности начальника Морского генерального штаба была предпринята попытка вообще коренной перестройки системы стратегического руководства. Нашим флотом она состояла в том, чтобы вернуть Морскому генеральному штабу статус, который, собственно, ему было и задумано придать еще в 1906 году при его создании. То есть статус основного органа статического руководства флотом в мирное военное время. Как известно, с началом Первой мировой войны Морской генеральный штаб, так же, как, кстати, и Сухопутный, Главное управление генерального штаба, оно было по счету выведено за рамки от контруправления действующей армии флотом. Все полностью было сосредоточено в Ставке, где были созданы свои оперативные органы. И генеральные штабы стали по счету генеральными штабами тылов, как говорили злые языки. Их персонал был раздерган в эти вновь созданные, я сейчас уже говорю об МГШ, в морском генеральном штабе, в эти вновь созданные морские органы Ставки, морское управление перед Блахоми 6-й армией, которому был подчинен Балтийский флот одно время. Вот Кедров из всего, я думаю, что это была его инициатива. Хотя, повторяю, этот вопрос совершенно еще не исследован тоже. Может быть, Беренса, но, скорее всего, все-таки, я думаю, Кедрова. Они сумели убедить Гучкова в целесообразности такой меры. Был подготовлен проект нового штата, очень расширенный морского генерального штаба, он был принят впоследствии. Но, к сожалению, когда с уходом Гучкова-Кедров тоже оказался не удел в июне 2018 года, проекта существует, ума доведен не был. Поэтому его деятельность в этот период характеризовалась такими очень серьезными проектами. Ну, нереализованно. Да. Ну, после этого, если мы, так сказать, проскочим, наверное, коротко, он уехал в Великобританию, занимался там вопросами, связанными с дипломатией. И вот только в 2020 году фактически ему предлагают вернуться к флотской деятельности уже в Крым генерал Врангель в качестве командующего флотом. Собственно, вот теперь я бы хотел от вас услышать, что же он там сделал действительно за тот недолгий период, когда он находился, если не ошибаюсь, с сентября 2020 года. Да, он был приглашен буквально за несколько недель до эвакуации, как оказалось впоследствии. Конечно, когда он туда ехал, этого еще не было ясно. В связи с тяжелой болезнью лица адмирала Саблина, который умер от рака, сразу же по приезду буквально Кедрова, Кедров согласился возглавить флот. И, собственно, основное его достижение на этой должности стало в том, что он руководил окончательной подготовкой. Иногда говорят, что он организовал эвакуацию. Это неверно. Подготовка к эвакуации началась задолго до него. Она началась еще весной 2020 года, когда были созданы первые документы директивной надпочет. В установке секретности был проведен целый ряд представительных мероприятий. Ну, вот, собственно, самый сложный, технический, организационный и как угодно завершающий стадии этой подготовки и саму ее реализацию руководил Кедров. Здесь его заслуга безусловно. И никакому сомнению подлежать не может. Это было связано с огромными трудностями и организационными. Войска зачастую, так сказать, пытались уйти, выйти не в те пункты посадки. Когда не хватало тоннажа в последний момент, когда не хватало топлива, топлива была главной проблемой. Даже не сколько тоннаж, сколько уголь. Они сумели, зачастую, преодолевая противодействие гражданской администрации, убедить их всех в том, что это первоочередная задача. И вот это совершенно беспримерная, первая вообще в нашей истории такого рода эвакуации. Когда 150 тысяч человек на более чем 120 судах были вывезены. То есть здесь просматриваются все вот эти основные элементы такой классической эвакуационной операции. Это предварительное составление графика подхода, сосредоточение в войск пунктов посадки, сосредоточение соответствующего тоннажа, назначение комендантов посадки, наделение их определенными полномочиями, диктаторскими в конце, как оказалось в конце, потому что они буквально там размахивая пистолетами, наводили порядок на этих пунктах посадок. Вот. Вот все это в совокупности создало предпосылки для того, чтобы удалось эвакуировать всех, кто хотел, ну или почти всех, во всяком случае, кто хотел. Конечно, надо сделать скидку на то, что это приводилось без противодействия противника. Это, конечно, облегчило несколько функций, вернее, решение этой задачи сложнейшей, но она была сложнейшей и без того. Настолько, что это, конечно, безусловно, следует считать очень крупным достижением. Кедрова и его подчиненных. Вот эту эвакуацию, и затем еще и многотрудный переход в Константинополь, и затем в Безерту. Ну, по-моему, там вообще потерь в кораблях, насколько я понимаю, каких-то серьезных не было. Один миноносец, да? Да, миноносец живой погиб, да. Он был без входа, его ввели на буксире. Буксир, как-то, оборвался, штурмовый. Попали в шторм. Очень серьезные там некоторые группы этих кораблей. И просто его не смогли взять обратно на буксир. Он погиб, очевидно, вот, просто в этом штурмовом море. В остальном, да, в основном потерь не было. А судьба самого флота Кедров, я так понимаю, привел его уже в Алжир, в Безерту, в французский Алжир, да? После этого. Да, в Тунис. В Тунис, извините. Да, да, флот на приходу в Константинополь был переименован в русскую эскадру. Кедров получил чин вице-адмирала. Был присвоен ему врангелем. После этого эскадра несколькими отрядами в сопровождении французских кораблей совершила переход в Безерту. Французская военно-морская база в Тунисе. Вот. Где, собственно, она еще пробыла после этого, там, почти четыре года. Вот. На содержании французов. Команды как могли, там, поддерживали эти корабли в личном состоянии. Там продолжил действенность морской корпус, который был эскадрирован тоже из Севастополя. Вот. Кедров уже, кстати, в это время его там не было. Он передал командование контролем умер в Беринс. Он был в Париж для того, чтобы там вместе с ним заниматься проблемами, собственно, финансирования этой эскадры с французами. Вот. И, в общем-то, успешно эту проблему решал. И до того момента, когда уже начала играть вольт-высокая политика, а именно когда СССР был признан Францией официально, уже, так сказать, французы отказались от дальнейшего финансирования и содержания этой эскадры. И она была, прекратилась в существование. Андреевские флаги были спущены. Но до того момента, когда это случилось, то, что французы продолжали эти корабли содержать, это тоже здесь, безусловно, немалая заслуга о Михаиле Санычке. А как складывалась его личная биография в эмиграции? Насколько я понимаю, его таланты опять как-то так проявились достаточно ярко. Да, он воспользовался тем, что он имел очень недурное базовое образование техническое, инженерное. Он поступил, получил еще одно образование во Франции и нашел работу. Он работал инженером, занимался строительством, выпустил научную работу по использованию железобетонных конструкций. И вообще возглавил организацию общественных русских инженеров в эмиграции. Он, да, фактически зарабатывал себе на хлеб в дом инженера. И при этом вел активную общественную жизнь в качестве члена военно-морского эмигрантского сообщества. Стал создателем и бессменным руководителем военно-морского союза. Это такой, по большому счету, в сущности, это такая военно-морская часть РОКСа. Он фактически являлся лидером военно-морской эмиграции. Я бы сказал, может быть, не всей, потому что часть, все-таки, ну, в основном, офицеров-адмирала старшего поколения. Они находились на нескольких других позициях. В частности, там, являлся эмиграциями и так далее. Но вот в основном офицерская молодежь, конечно, пошла за ним. И вот он являлся таким лидером военно-морской эмиграции. Всяком случае, его значительная часть. Ну, а во время Второй мировой войны у него какая-то ясная политическая позиция была? Во время Второй мировой войны совершенно ясно, что к концу, во всяком случае, Второй мировой войны он занял такие очень явно выраженные просоветские позиции. Хотя есть определенные указания на то, что в начале оккупации Парижа немцами он оказался в числе лиц, которые, лица руководителей военной эмиграции, которые там под воздействием известного детья Жрекова подписали некий документ о лояльности Китлеру, как они там писали. Шакилов об этом в своих воспоминаниях. Ну, то есть он качнулся из одной стороны в другую. Вроде бы, да. Но документов никаких нет, кроме следствия Шакилова на этот счет. А к концу войны совершенно четко он, так сказать, занял такие просоветские позиции. Он участвовал вот в этом известном посещении советского посольства группой эмигрантских деятелей. Вместе с эмиралом Энергеревским они там приняли участие. После Дня Победы опубликовал очень большую статью о Красной Армии. И вот в последние месяцы своей жизни, а вот он в 45-м году, он был таким очень по-советски настроенным человеком. Ну что ж, я благодарю сегодняшнего нашего гостя в программе «Цена революции». Был Денис Козлов, ведущий научный сотрудник Института российской истории Ирана, руководитель Центра военной истории России. А говорили мы о судьбе адмирала Михаила Кедрова, который был, видно, так сказать, морским командиром, начальником Моргенштаба и, главное, видимо, организатором эвакуации Белой Армии и населения из Крыма в 1920 году. Вел эту передачу Михаила Соколов. Всего вам доброго. До свидания.